Парция следующая, она сыграна в 90-м году, матч на 15-м мира, это уже третий матч был Каспаров с Карповым, Каспаров снова выиграл и сохранил двойный четвертый мир, это вторая партия матча Нью-Йорк-Леон, то есть эта партия вторая партия, значит она еще сыграна в Нью-Йорке, пол матча была в Нью-Йорке в Америке, и пол матча потом они доиграли во Франции, в Леоне. Вот это партия вторая, без янтой игрушки от Каспары, черный Мехарлов, Е4, Е5, К3, К6, С1-Б5, 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 С2-Б5, С1-Б5, 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 С1-Б5. Куньк 6, Куньк 6, 0, 0, Суньк 7, Ладья Е1, Ладья Е1. Теперь я уже говорил, что здесь если беды берут тоня, или черные отыгрывают пешку, они все обращаются. А после Ладья Е1 выиграть пешку и черные ничего не отыграют. Поэтому черные вынуждены атаковать слона. Б5, слон Б3, Д6, С3, 0, 0, H3, H3. Вот это, здесь это вариант, чего мы уже с вами говорили. Когда мы знали в предыдущую партию, мы знали в Куньк 5. Здесь, как в стране, Суньк 7. Суньк 5, он тоже возможен. Суньк 7, Д4, стандартный вход. Сунин, Суньк 7, Ладья Е1. Куньк 6, Куньк 6, Куньк 6, Куньк 6, Куньк 6, Куньк 7, Куньк 6. Сюда и поддерживают центральные поля. Черная суперестлана 08, А4. Здесь начинается игра на фельдов-фланге. Вы знаете, что это фельдов-фланг. Это вот линия для фланги. Эти четыре гриботека это фельдов-фланг, и четыре королевские. Значит, здесь белый начинает нажимать на фельдов-фланг. Какая-то А4. Последний был А6. А6. Здесь при сточке такая неприятная угроза ОЖ-5. С нападением на фельдов-фланг. Ну, сразу это было не опасно, потому что надеялись ей будут защитить. Но все равно где-то это может быть неприятно. Поэтому черные играют просто А6, чтобы разным светом запретить вход в ОЖ-5. А6. Солнце бьет на С2. Ведоро изменяю. Черные изменяю. Иссоциатив ЕТССС. Ой, В4. Похоже примерно на эту факту, что мы смотрели раньше. Но здесь немножко иначе. Слон на В7 попал. И пешка А4 проделалась. Все чуть-чуть не так. Слон подбой. Слон, как мы с вами говорили, называют часто испанский слон. Он создает давление, наверное, в черных. По многим случаях его жалко давать. Поэтому слон вступил на В1. И здесь черные сыграли В1. В принципе, это позиция в матче. Каспаровая карта встречалась для неопрятная. И здесь были разных местных В1. Сейчас поставь. По крайней мере. Но так подогнёмся, что ли? Это я не вижу. Просто я говорю, что кроме В1, разные форты, возможно, играли. Играли сразу. На центре черные войны. В75. Ну, возможно, как у вас была вторая партия. Это потом последовало В1. Но может сейчас. Каспаров еще не знал, какие его вороны. В75. А когда на А4. Последовало. Ладья А4. Черные сыграли опять. А в 65. Кой подходит. Они защитили коня. Потом опять. Последовало Ладья А3. Это довольно странно кажется. На самом деле, у него, в принципе, какая идея содержится. Это было Ладья, может быть, по третьей линии. Раз, 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 раз. И потом его сюда попасть, либо на Ф3, либо на М3. То есть, начать атаку на Короля. Такой уход с верхнего фланга. И лети на Королевский. И, собственно, так, как вы видите, из Печески. Ладья А3. Черные сыграли с Ладья А6. Ладья А6. Последовало. Конь Аш2. Вменил хода. Поближе к краю черному приблизу. Конь А4. Назадь атаку. Конь А2. Черный. Грязь. Грязь. Ну, пункты опять слабые. Пальпы черного сыграли. И же 7. Грязь. Грязь. Понял 2. Грязь. Грязь. Бедные защитили сядку. Им не понравилось. Выяснимо этот упор. Они защитили его просто пешкой. Тем более, что по эксу душу, то именно с вами можно сыграть сядку, защитить сядку. Черные строили свои силы. Снова 7. Грязь. Черный, нападая на центральные поля. А белые просто не перигрируют. То есть, по Hot Extremis. 1 и 4 центральный бешек зам Beatles. Теперь черный сыгарь перед Am7. Вот, это, кажется, не очень удачным ход и потом было установлено, что надо было сыграть , собственно, установлено D7-развитили. Защитить суд коронавирусской службы. Зажитли к контролям. В лифе мы очень хорошо здесь oughtыть. Белые сыграют конь С4, они просто наши нападали, они нападали на пешку опять, ну и конь потянулся к центру, не очень приятный полицию черных, они сыграли ферзь Б5, ферзь Б5, когда пошел, ну во-первых, пешка опять была ботовой, владея и конь попадали на нее, а защищал, защищал, защищал. защищал, 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 защищал ладья, даже теперь потянуло себя, они защищали пешку на 5, но у всех, кстати, не очень удачно, вот здесь Белые подтянули ладью, они видят, как красиво они сыграли ладью, а теперь перевели ладью С3, она достала гораздо в химии, а С1 она мало все делала, такой раз, два, маршрут, ладья С3, теперь давление на ферзь Фланген, ладья С3, теперь, на С3, теперь черные отступили с ладью С8, после того, как Белые сыграют ладью С3 раньше, они очень очень хорошо, но ищли пункт И4, уже черные никакой конструкции не отступали, поэтому черные отступают на место, ладь С8, теперь Белые сыграют с ладью С3, просто опять вытратите, слона подтягиваются к цедру, ну, черные, да, здесь интересный фланг, король Аштик сыграли, потянули к короля, потому что это пешка малая, когда со славой, потянули к королю Аштик, обеда сыграли Ферзь С1, ну, они нападают на Ж, но пока они не нападают, потому что черные отступают, король Аштик, а? А? А что нравится? А? Ну, это нравится, нет, просто здесь как-то ему показалось, что уютнее свет Ферзь С2, это трудно отдать прощение, я думаю, это не вопрос. Я думаю, Ферзь С2 просто, но здесь еще тут предползается, чем этот ход может получать? Ферзь С2 дает про линия С, примерно на бунда С7, и защищает ближайший раз королю Аштик, поэтому этот ход, по видимо, более гибкий, чем на Д2, Ферзь С1, черные собирают С6, С6, высшими пешкой седьмой линии, а там пешка стояла очень опасно, последовал ходь Ж4, ходь Б4, теперь что делать? Если падить на Ж4, то тогда пешка Аштик очень слабо становится, почему? Потому что белые берут, это я, потом их уступают в дорогу ладьян, это 2-2, и ладьян приходит на Аштик, и пешка А6 не защитить, представьте, а это пешка, и мать 2 атака, вот и ферзь С1. А у вас есть белые берут? Нет, просто корелок этого не будет, вот если так, то вы грозите короткий лад, например, и потом надеть сюда, и пешку не защитить. А у вас есть белые берут? Ну, побежали, все равно слабо, Али Аштик никуда не денешься, потом еще 6-4 сыграет. Ну, на меня все, на меня все играет Али Аштик, ты никуда не денешься. Смотрят слона-то дальше. Ну, каждый здесь очень плохо стоит, здесь он подматывает, все равно не дает на шаг, с луночью скрывается. Так что здесь очень плохо, здесь бить на 3-4 никак не было возможно. Так, давай, на место сначала. Так, 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 конь на 2, 3-4-3. Такой конь, конь на 3-4. Так что? Так, слушай, белая ладья, правильно? Аааа. Белая ладья. Белая ладья. Значит, конь на 4-4 бить плохо. Понятно, что мы все беру кешки, болит гианши, мешка 6-10 почти. Поэтому Карпов, что практически вынуждены ходу, а Кольки быстро это висит. Висит, что значит? Вот, не у него нормата, надо что-то с ним делать. Карпов просто отступил. Кольки, по-неживому, да? Кольки, по-неживому, да? Кольки, по-неживому, да? Еще лишний раз защитил на ашуру. Но все равно, слишком поседу, как-то фигура отступили на 8-й горизонталь. А? А он еще сюда? Ну, он за пешкой защитился. И здесь эта пешка неприятна, но решил защитить. А, сюда просто не, с конь здесь стоял. А так? Так я меняю, сюда 6, и пешка теряется. Вот. Поэтому, что говорят висит? Как поступил? По-первых, уголка не из опасного поля. Во-вторых, защитил на 6. Но все равно позиция не слабкая, потому что все там фигура отступили, короче, я чувствую небезопасно. Вот. И здесь, а вот здесь очень эффектный ход. Здесь Каспаров начинает очень красивые комбинации. Что он делает? Как вы думаете? Вот. Он сделал очень красивый ход. Не сразу приходит уголок. Да, пожертвовала слона. Просто берет. Хотя, казалось бы, черные избыточные за 4, будут за 6. А Каспаров, не зерная на это, жертва за 6. То есть, он уничтожает. Словный за 6. Что делать? Ну, ведь надо здесь, что-то не спешка. Их композиция плохая. Черные побили слону. Белые побили на 6. Ну, коню ведь нельзя не перстает. То есть, в корабле нет, я просто. Перстает, приходится бить коню на 6. И теперь конь ведь решили. Что это все делать? Что просто? Черные отдает фигуру, белый отдает фигуру, но он, во-первых, съедет 2 кешни. На 6 кешни и еще на 6. И кроме того, еще и качество. То есть, качество, знаете. Бывают фигуру, фигуру, фигуру. Кешние качества. То есть, они вот хотят съесть ладью, и от того, еще и все это. Керны пошли керны по 6. Керны по 6. Керны по 6. Керны белые, естественно, сахарские ладью. Ну, здесь, вот дальше. Как? Ферзь. Сейчас. Ферзь дальше. Ход белый. Куда отступать? Ну, король 1. Король 1. Здесь у белых, белых, практически, будут великачества. Они же, это на 6. Видите? А не на 5, но я говорю, у них. В черных белых, где фигура заладью. Они отдали одну фигуру, я даю вторую фигуру, но я их заладью. Но, если они оценят материально, то она... То она нет. Сейчас пока король черных... Да. Пока король белый, но... Ну, пока... Бабасовский конь. Черных сыграли ферзь девушек. Если бы там разлезть коня, а вот они сейчас черные сидят. Ну, я вот... Там у него три легких фигуры. Конь, слона. Конь, слон и конь. А вот у белых только огня. Фигуры слон. У них ладья, конечно. Две ладьи против одной. Получается, что у черных две фигуры заладью. И, в принципе, это хорошо для черных. И фигуры всегда... Если вы знаете... Великой фигуре всегда лучше, чем ладья. Но, тем не менее, фигура разброслась. Ладья стоит неудачно. Хорошая, неудачно. Хорошая, неудачно. Хорошая. Видно отшили. Поэтому деньги, наверное, добили уже быстрых решающую атаку. Значит, они сыграли после ладья до 1. Но черные забрали коня. Знаете, то, что я так говорил. У черных три легких фигуры. У белых только одна. Но атака продолжается. Последовав ферржи 5. То есть феррж подтянулся против края. Вместе с краю. И ладья до 8. Какие-то угрозы есть. И так далее. Георгий славы ферржи 5. И здесь уже конец недалеко. Черные сыграли ладья а7. Но с ладья а7 было. С ладья а7 было. Тогда можно пойти f4 и нет хода f5. Ну, вот эти четыре опасно, да. Как 4 из 5. Он будет угрозить. Вот поэтому черные сыграли ладья а7. И вот в ладья а8. 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 Ну, без чёрных. Пока материальное достижение всё равно. Чёрных. У них 3 ля и фигуры. Но ладья а7 там угрожают короля. Поэтому это не очень хорошо. И здесь еще бедные начали пешки. Штурмовать в позиции чёрных. В ладья а8. В ладья а8. Играл D5. В ладья а8. Здесь вот нет не игрой хода Драгрея. Есть вот для вл. В F6 против вертельства на 115,5 и нет ходов вообще никак. Когда мы сейчас пройдем в F6-F5, очень неприятно, потому что вертель в 8 с матом. Это не защитный слон. Поэтому на F4 черный слон шли слоном. Там, чтобы в четвертый раз упадить. В ферзе взял слона в 6 слонов, слона в 6, и белой стороной в 5 играет. Это уже решающая атака. То есть мало того, что там F4 окружили черного короля, так еще вертель что-то может играть в красный слон. Если там, правда, нужно здесь меняться, то слон заиграет. Вот, скажем, такая позиция, теперь слон заиграет. Ферзь отходит в 6 марта, слон нападает в ХР. Поэтому здесь уже... Здесь уже дело плохо на ИС. Первое суббитие на ИС-7. Ну, они что понятны, что они хотят? Они хотят ферзей разменять. Если ферзей разменять, тогда у них вводят уже две фигуры. Заладью, как мы говорили, и уже атаки смертелью не вводят и белым. Может быть, в четвертый раз устоять. Но белый, естественно, не хотят две ферзей. Они отступили на два, как-то два. А если бы вы поменяли ферзей? А? Если бы вы поменяли ферзей перед черным, а к нему появится? Нет, если бы вы поменяли ферзей, у черных есть определенные шансы, потому что нет атаки никакой. Ферзь, слонюнь, атакуют на края. А без ферзей уже мало фигур осталось, нечем атаковать. И еще три фигуры против одной фигуры. Можно сказать, что полиция уже больше черных. Ну, по крайней мере, он никак не хуже. А ферзь и белый сохраняют ферзя. Ферзь на два. Как исходить? Здесь последовало ферзь и пять. Там были и другие хуже, но они ничего не доходят. Ферзь и пять как централизация, именно ферзь на ферзь и ферзь, но ферзь нападает с другой стороны. Он набирает ферзь и два. Видите, теперь ловят с ферзью дальше под боем. И белый продолжает съедать по линеи. По линеи в ферзь и два. Черные сыграли ферзь и семь. Они защитили эту ладью. Напали сами на ладью. Но теперь белый и чаги. Какие пришло делать ферзь и два. Ферзь и четыре. Они уже централизовали ферзя. И напали нам лад. Видите, красиво. Ладья швосема. Или ферзь и швосема. То есть они идеальны. Двери и две тяжелые фигуры. Окружение просто в кольце черного края. И можно негде надеваться. Что делать? У черного какая защита? У них только одна защита. Надо связать. Как? Надо связать. Надо связать. Чтобы все равно проносили на уши податься. Черное. Останавливали какими-то ножа восемь. Если они приклеили напоры. Хочу восемь. И бен предлагает атаку. Пешками. Е5. Видите, Слов заиграл. И пешки приблизились к корове. Очень красиво. Вот такая кирюза партия. Вот. И здесь черные коня протянули. Напали на ладью. Коня протянули к защите. Но это ничего не помогает. Происходит размен. Размен. И здесь теперь видите. Заиграл это сло. Вот он напал на 6. Еще одна фигура включилась к атаке. И черные здесь сыграли. Медленно это было 5. Напал на 6. Он говорит, ладья под боем они представляют на 6. Теперь. Еще и ладья. Ну, такой вот. Вот нет. Ладья просто устраивает под боем. Забрала кишка. И напал на 6. Поэтому. Как исходить? Ну, а тут уже в законодательстве. Наверное, дает мены жиропендаминка. Эспару. Как кажется, забрал ладью. Но это не спасает. Потому что это ладья ноги под боем. КНДДСи в шах. Что делать? Черный. Черный. Нет, ну там на G6 смотряется. То есть ладья и слон. Черный сыграли. Нет, черный. Конь ДСи. Как еще ушли. За 4 короля. И за 4 пол на G6. Конь ДСи сыграли. Но на это просто черный сыграли фигуру. Теперь уже выбирали. Примущество белок. Фактически уже. Лежний качественный. Пешки. Это уже. Знаете, вот. Черный. Идарий. Присмертный шаг. КНД 1 шаг. И белые просто отступили. На G1. Таким образом, слон защитили. Белые просто отступили на G1. Таким образом, слон защитили. Белый сыграли на G2. Черный сыграли на G2. Черный сыграли на G2. И посыл на G1. То есть белые. Овторжение на G7. И пункт G6 горит. Раз. Два. И пункт G6. И пункт G6. Как удался. Так закончилась. Вторая партия. Это матч Нью-Йорк. Это матч Нью-Йорк. Это матч Нью-Йорк. Но партия была признана лучше. Черный. Белые довольно технично. Приехали. Вместе. Постепенно дали угрозы. Допадали. То на Фернен фланг. То на Королевскую. Ну и. Кончилось. Таким образом. Здесь Каспаров повел. Счет в этом матче. Первый матч был 84-85. Второй матч был 85-й. Потом был 87-й. И это уже четвертый матч. Еще предстоит один матч. Через 35-й. Но это очередная победа Каспарова в этом матче. То есть он выиграл. Второй матч выиграл. Третий матч выиграл. Матч Нью-Йорк. И вот выиграл этот матч. Третий матч Нью-Йорк. Ну вот так и эта партия одна из-за того, что может быть матч. Изящная, тихая, спокойная. Без всяких ошибок. Но он переиграл. Дорик вперед. Как просто? Вот на этом закончилось. И еще раз два дня. Т.